друзья всем привет с вами санек продолжаю изготовление вращающегося токарного патрона задней бабки токарного станка и сейчас буду добавлять сюда мега полезную функцию те кто написал под прошлым видео комментарий что здесь будет стоять и большинство друзья просто вот чутье работает у вас в четко примут ответили четко сейчас вот здесь будет видосик саня здорово тебе не надо вот такой делительный диск нулевой короче делить можно тут вот вот они цифры вот столько а на другой стороне где они другие короче вот такие размеры если надо я тебе зашлю и вот такая штуковина есть у меня короче мне не пригодилась ну как она да может быть и пригодилась бы ну короче думаю тебе подарить ну и собственно два дня ожидания и вот они эти друзья запчасти лины это вот такая вот пока мне неизвестная штука не знаю как она называется кто знает пишите здесь вот резиночка там какая-то стоит куда применить пока еще сам не знаю не определился и вот такой вот интересный элемент здесь и немножечко для вас под зачистил чтобы видно было какие цифры с одной стороны и какие цифры друзья с другой стороны двусторонний получается вот как то так что это там уже писали ребятки как это называется не буду не буду я озвучивать название потому что в прошлом видео немножко ошибся в названии резьбы вот этого инструмента и там прям так засмеялись все прям четко там было смешно вот тем не менее буду называть это штуковиной а это приблудой я думаю понятно будет самое простое наверное это эту штуку установить на эту приблуду то есть расточить ее таким образом чтобы плотненько прошла здесь разметить и привинтить вот и все она будет применчиваться либо так либо так в общем смотря для каких целей также мне писали под прошлым видео комментарий что якобы работаю токарем всю жизнь и ни разу не пригодился токарный патрон вращающийся в задней бабки ну не знаю чем вы занимались всю жизнь токарного станка может быть муфты точили всю жизнь на трубы и все это могу только предположить но я не токарь это мне эта штука нужно будет и чуть ли не каждый день а все друзья готова расточил фасочки снял с обеих сторон остается сейчас разметить и прикрутить ну вот и все друзья теперь можно болт достать и устанавливать поставил на место патрон пока не прикручивал потому что еще будет разбираться сейчас надо сделать соответственно фиксатор чтобы патрон фиксировать в нужном положении как буду делать снимать не буду потому что это индивидуально произвольно размеры все это по месту то есть буду крепить на задней бабки покажу уже готовый результат и функциональность данного фиксатора сварил друзья вот такой кронштейн чик металл 12 миллиметров полоса была и прикручиваться будет вот сюда на 3 винта m10 также в бабки просверлился нарезал резьбу буду ставить вот так здесь труба здесь гаечка варена труба 20 на 20 у нее будет входить труба полтора на полтора сейчас прикручу и покажу второй элемент никаких проблем с этим нет под шестигранник друзья просто мне так удобно винтить крутить наживляю все все три можно было и двумя обойтись но я сделал три мало ли может что придумаю когда еще крепление уже есть помимо этого шестигранником все это дело затягивать возможно будет находиться здесь все это дело друзья на постоянке ничему не мешает но посмотрим если будет мешать малой продольной сюда заезжать до эту часть если будет сильно мешаться буду снимать если не будет мешаться это на постоянке она никуда не выпячивать не торчит даже если поставить сюда центр вращающийся она также никуда не торчит сейчас покажу как это дело выглядит вот сверху только видно винты с этой стороны вот он сверху винт фиксирующий но не дальше чем самому бабка не знаю зазоры везде присутствуют вот как-то так ну соответственно вторая часть удлиненная гайка на 16 и вот она полтора х что это что это два миллиметра толщиной здесь просто приварил кусок металла да и все ну чтоб дистанция была та которая нужна кидываю сюда конечно свободно но когда она прижимается винтом и прижимается здесь она уже никуда не девается м8 также под друзья шестигранник для удобства чтобы можно было ну да вот сверху все это дело поджать зажать вот он уже перестала вот качаться а потом она еще поджимается самим винтом так сам винт где он у нас и собственно сам болт друзья заточенный под конус контрагаечка если будет в этом необходимость сейчас мы не закручены пиноль задвинута до конца поэтому на каком час отверстие попробую попасть вот так вот слегка поджал тут зафиксирован ключом без фанатизма подтянуть все можно законтрагаечка если есть в этом необходимость взять ключик на 24 и затянуть таким друзья образом не обязательно каждый раз крутить вот этот болт достаточно просто пиноль подать вперед отсчитать сколько там отверстий заново друзья вот зафиксироваться фиксация ну для разметки этого более чем достаточно даже для фрезеровки будет более чем достаточно для строгания мне шлицов этого тоже будет более чем достаточно не буду я пересваивать сварку трением здесь ставить тормоза до суппорта и так далее там подобно все очень просто отъехал отсчитал заехал делить можно поставил кстати меньше число меньшим числом этих самых отверстий вот они показать то те которые вот 34 не хочет фокусироваться короче 2434 это будет до более чем достаточно чтобы поделить на 2 на 3 на 4 на 5 на 6 и так далее и тому подобное если нужен будет широкий диапазон то я его всегда смогу развернуть вот как то так никаких друзья проблем почему делаю здесь в упор чтобы он останавливался в одном и том же месте друзья давайте вот на примере вот этого фланчика покажу как разметить да на какое-то количество частей где мне нужно засверлить сейчас делаю это произволен просто ради примера не более того давайте вот разделю на 5 частей ну примерно вот тут вот здесь мне надо сейчас станок включить в сеть как-никак сейчас отмечаю это было визуально дальше можно конечно здесь разметить но покажу уже в том патроне конкретно вот так друзья отметил ну чтоб вам визуально было мне это не обязательно такое делаю бука буквально коснулся краску снял здесь чуть меньше сниму тут чуть больше не факт он еще ровно остается тут зажать просто в патрон и давайте на пять частей разделим до равных пять частей здесь выбираю число которое делится на 5 по крайней мере у меня здесь есть число 25 а 25 делится на 5 поставил на 25 дальше просто делаю отметку друзья резцом вот конечно резец взял подходящий давайте поменяю на другой более такой чтоб он туда смотрел не знаю видно не видно мне видно все и делаю отметку просто резцом плохо что мы конечно с краской друзья но до металла теперь подаю вперед и отсчитываю пять делений но я уже меточки сделал как бы маркером для досок он стирается все вернул назад она заново зафиксировалась делаю следующую отметку до царапину снимаю даже до краски снова подаю вперед пиноль еще на пять отверстий еще делаю отметку и так друзья пять раз впрочем в диапазоне тех цифр можно делить никаких проблем еще два разе когда здесь отметка есть все готово тут заняло это какие-то считанные не знаю минуты больше на это делаю сейчас первый раз больше на объяснял вот она заготовочка разделена на пять частей остается накернить и просверлить ну просверлить можно было также без отметки просто поставите патрон сверло и прям станке это все дело сверло ну как то так и путем перемещения отпустив тот винт ставить на любую как говорится на любой диаметр до с нужным количеством отверстий отметиться даже поставить другую мою приблуду да который вот с патроном где которые фрезеровал также можно просверлиться либо здесь либо даже вот можно заметиться и когда заготовка будет стоять вот здесь как да все очень просто я думаю многие догадались поэтому объяснять много не буду и так видос затянулся вот и путем вот перекидки просто отодвинув пиноль вперед до поддав патрон отчитываю нужное количество отверстий точнее да отверстий нужно количество соответственно выставляюсь отмечаю на заготовочки либо засверливаюсь либо нарезаю фрезой либо нарезаю путем строгания это уже насколько у меня фантазии хватит вот как то так просто шикарно просто шикарно единственное может быть так как пиноль это делалось для большого патрона в размеру этого блина возможно для маленького я сделаю здесь на конус морза посадку для быстросъем а возможно останется так не так уж и долго выгнать пиноль и воткнуть другую зато жесткость здесь все таки 35 миллиметров по сравнению с 20 нормально все друзья всем пока с вами был санек кому понравилось оценивайте я буду заниматься дальше